всем привет меняем топливный фильтр не очень удобно это делать первый раз делаю машине попробуем самая неудобная штуковина здесь это вот это вот оплетка которая вечно царает царапает руки в общем откручиваем нижнюю херовину крутим ее какую сторону самое неудобное вот это сейчас ладно чуть-чуть ее приостановлю немножко ее так ладно продолжим в общем открутить ее вот эту штуку нижнюю датчик датчик по моему наличие воды не удалось очень там неудобно подлазить поэтому делаем по-другому отщелкиваем вот этот вот разъем просто и здесь клипса снимаем эту клипсу вот и потом пробуем просто уже значит руками с максимальным усилием открутить саму банку ну в принципе нормально подалась вот так вот ее аккуратненько крутим при этом по возможности этот нижний датчик не хреначим все откручиваем эту бадью дальше остается проблема аккуратно вытащить его вот собственно говоря вот он сам фильтр вот так выглядит вот его индекс предыдущий отходил он по 13000 мне или 14 но немножко стала чихать машина не пойму почему после поездки поэтому я решил его заменять а так заменить а так я думаю 15000 он отхаживает как мы сидел ну и все продолжим вот так вот выкрутил вот так вот выглядит этот внутренний поплавок всех делов вставляем новую резинку вставляем новую резинку и вкручиваем его вставляем новую резинку и вкручиваем его все вкрутили нижний датчик Берём, опять-таки, просовываем в обратной последовательности, находим разъём. Ну и всё, и по часовой стрелке его прикручиваем. Крутим-крутим-крутим, провоз с датчиком внизу болтается. Так, ну вот усилия. В принципе, я не думаю, что здесь надо дуром усилия прилагать, потому что течь он не будет. Ну, потом будет тяжело откручивать. Ну, в общем-то, наверное, максимальное усилие для рук. Всё же таки нужно. Всё. Потом берём этот датчик. Берём эту клипсу. Клипсу вставляем. Вставляем её сюда, защёлкиваем. Ну, и всё. Защёлкиваем. Сюда. Получилась она почему-то короткая. Так, ладно, сейчас разберусь. Чуть-то провод немножко перекрутился. Ну, всё, продолжим. В общем, здесь надо следить внимательно, просто, чтобы провод не был там перекручен. И последняя. Тут вот такая защёлка. Она, в принципе, не очень хорошо держит. Я сюда ставлю такую силиконовую пиговину, чтобы она её, там, в дырки зажимала, чтобы он не вываливался. Всё. И последнее, что нужно сделать, это как следует прокачать. Хотя, сколько я не пробовал, всё равно получается, включаешь, он сначала на пустую сосёт, что как-то не очень выходит. Всё равно нормально прокачать. Но если долго мучиться, то, наверное, насос на всё это высосит, как положено. Ну, надо, наверное, мне кажется, минут несколько помпочку эту подрочить. Ну, всё, теперь остаётся только попробовать, завести и посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, лучше менять неплохо было бы тысяч через 10. Ну, и через 15 тоже нормально. Я почему стал менять, потому что вот съездили на юг, туда-обратно 4000 километров. Вроде на Лукойле постоянно заправляюсь. Ну, и там на Бритич Петролиум. Ну, что-то она при заведении стала как-то немножечко, это, перебои. Не знаю, почему. То есть ощущение такое просто было, что вроде бы топливо при старте поступает неравномерно и холостые начали. Ну, пока ещё как бы не всосало, вот на первые буквально 5-10 секунд работы после запуска. Холостые начали дрыгаться. Ну, так подумал, думаю, что где-то, значит, в топливной магистрали, вот, какой-то недостаток. Ну, по крайней мере, пока, пока вот на сегодняшний день поменял топливный фильтр. Вроде как завелась нормально. Ну, всё, всем пока.